МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Красная горка, жемчужина, Новосибирска. У этой улицы много названий. Улица Богдана Хмельницкого, одна из самых красивых в нашем мегаполисе, и задумывалась изначально как соцгородок. Насколько удалось воплотить эту идею в жизнь, и об архитектуре этого замечательного места нам расскажет заведующая отделом Музея Новосибирска Калининского района Абарникова Элина. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, мы сейчас стоим не просто у какого-то здания, здесь что-то было интересно историческое. Вот в этом здании когда-то располагался самый первый, самый большой в Калининском районе гастроном. Ну, гастроном был очень популярен среди жителей Калининки. Там продавалось очень много дефицитных продуктов, так как вы говорите, что соцгородок, предприятия этого района старались обеспечивать своих жителей достойно. А если мы с вами немножечко пройдем подальше и завернем за угол, то там сейчас до сих пор сохранилась дверь, за которой находился стол заказов. Колбаску можно было заказать? Ну, колбаска была не всегда, но к празднику заказы были очень достойные. Колбаска и болгарские яблоки, и горошек зеленый, майонез. Расскажите, пожалуйста, район Красная Горка. Что здесь вообще было и почему она красная? Ну, Красная Горка, есть несколько вариантов, почему такое название. Во-первых, ну, когда здесь еще ничего не было, здесь был густой лес со множеством всяких оврагов, пригорков, и место было очень солнечное, красивое, потому что, ну, красный в русском языке – это красивый, значит, да? Ну, а у меня есть своя версия, которую мне рассказывала моя бабушка. Вот, в свое время, это же было удаленное место от центра города, и когда в Новосибирск пришла революция, то вот в этих местах, в этих лесах собиралась революционно настроенная молодежь, проводила свои митинги, маевки, и, может быть, еще поэтому место стали называть Красная Горка. Ну, мне нравится и тот, и другой вариант. В каком году здесь началась основная застройка? Вообще, жил массив Красная Горка в планах был с 1947 года. Но основная застройка началась, конечно, со строительства Новосибирского завода химконцентратов, который тогда не называли так из-за его секретной миссии, говорили, почтовый ящик 80. И с 1948 года, вот, начиная с улицы Учительской, постепенно началось строительство Богданки, параллельно Невского Александра, и потихонечку начали застраивать улицу Народная. Хочу сказать, что очень зеленое здесь место, и при застройке было принято решение сохранить лесной массив, где это было возможно. Поэтому мы сейчас можем видеть деревья, которые здесь были больше ста лет назад. Кто жил на улице Богдана Хмельницкого, кто здесь мог получить квартиру, первые вот самые жильцы? Ну, вообще, все работники, которые приезжали, устраивались на Новосибирский завод химконцентратов, но не все квартиры имели индивидуальные. Очень многие дома были заселены как коммунальные квартиры. Возможно, и этот дом не исключение. Очень хорошие, высокие потолки, большие окна, сами видите. Собственно говоря, как это говорят, сталинская застройка. То есть это квартиры полногабаритные, комфортные. Мы сейчас в одном из знаменитейших, наверное, дворов находимся. Это дворы Арбатского так называемые. Расскажите, пожалуйста, что это за двор и много ли их вообще здесь? Ну, конкретно вот на Богдана Хмельницкого их немного. Но самые популярные – это Алиса, где мы сейчас с вами находимся. А Геннадий Петрович как задумывал, чтобы каждый двор был уникальным или несколько, но самых ярких? Ну, вы знаете, нет, он не задумывал каждый двор сделать именно таким. Но он был бесконечно влюблен в Богданку, и поэтому эту улицу он украшал с особенной нежностью, трепетностью. Мы отправляемся с вами в следующий двор. Но по пути нас тоже встречают очень интересные фигуры. Вот, например, Ворона, был Айболит. Расскажите еще немножко об этом. Ну, вообще, это тоже творение Геннадия Петровича Арбатского. Всего таких скульптурных форм десять. Расположены они в разных местах улицы Богдана Хмельницкого. Но вот конкретно вот эта Ворона с сыром установлена была когда-то в свое время около молочного магазина, который располагался, опять же, вот за этими большими арчными окнами. Ну, и все, в принципе, эти скульптурные композиции были привязаны к каким-то объектам. Вот Айболит, например, стоял и стоит у аптеки. Двор Гулливер. Гигантская детская горка. Колода карт, насколько я помню. Расскажите немножко подробнее об этом месте. Вообще, двор Гулливер, он первым был в планах у Геннадия Петровича. И он строился в 82-83 году. Соответственно, в прошлом году этому дворику исполнилось 40 лет. И посвященном тоже такому немножко мифическому герою Гулливеру, путешествующими то в страну великанов, то в страну лилипутов. И здесь все такое немножко утрированное, большое. Вот эта вот огромная горка. И с другой стороны это кресло Гулливера. Потом вот эти вот огромные цифры, счеты. Все это говорит о том, что здесь живет великан. И вы обратите внимание, насколько жители этого дома любят свой двор. Здесь все достаточно ухоженно. Полностью отремонтированный фасад. Именно в цветовой гамме богданки. То есть основные цвета это желтый, изумрудный, зеленый, пудрово-розовый, вот как в данном случае. И может быть пару слов мы расскажем об архитектуре в целом. Архитектура, она немножко смешанная. Здесь присутствует и сталинский неоклассицизм. И вот эти вот углы, острые здания, башни. Это вот ближе к какой-то немецкой готике. Есть определенные прямые линии, которые характерны для конструктивизма. Но тем не менее, вот эта вот смешанность стилей эту улицу никак не испортила. Наоборот, придала ей какой-то свой неповторимый облик. Мы с вами пришли, наверное, к самому знаменитому месту на этой улице. ДК имени Горького. И за кадром вы сказали, что обязательно нужно говорить дворец, а не дом культуры. Потому что это очень важно. Да, действительно важно. Мы с вами находимся в центре архитектурного комплекса регионального значения, охраняемого государством, дворец культуры имени Горького. В который входят три здания. То, что это дворец, я думаю, это бесспорно. Построен он очень в пышном стиле, такой сталинский ампир. И здесь эти колонны, вот это вот медальон с профилем Горького, всякие башенки. Кстати, ДК Горького в свое время на обратной стороне. Там была знаменитая танцплощадка. Там по определенным датам и по праздникам играл духовой оркестр. И была прекрасная парковая зона. И родители с детьми приходили, дети играли в парки. Был фонтан, такой же красивый, даже еще лучше, чем этот. Но он сейчас, насколько я знаю, законсервирован. Уже много лет. Это место зрителям телеканала ОТС, конечно же, очень знакомо. Ведь здесь находится ЛДС. Там, где раньше проводились все спортивные хоккейные матчи. Напомню, что сначала это был открытый стадион с открытой хоккейной хоробкой, который был открыт в 1964 году. Ходят рассказы у старожилов, что когда это был открытый хоккейный стадион, когда шли матчи, то крики болельщиков были слышны и на близлежащих улицах. Народные Александра Невского. Настолько здесь вот собирались такие яростные любители хоккея. Давайте с вами прогуляемся по этой замечательной улице. И здесь как раз, пока мы идем до следующего нашего здания, можно заметить аллею. Здесь же специально высаживали деревья. Расскажите подробнее, что это за деревья и вообще как велось озеленение этой улицы. Эта липовая аллея была специально высажена для того, чтобы украсить улицу, сделать ее более привлекательной. Когда начинается сезон цветения, вся богданка просто купается в медовом запахе лип. Я слышала такой, не знаю, миф это или правда, по крайней мере, об этом пишут в интернете, что сначала липы не прижились, так как они любят тепло, и их специально после высадили там, где проходит теплотрасса. Вот это больше такая городская легенда или все-таки есть в этом что-то от правды? Вы знаете, если мы посмотрим внимательно на газоны, то легенда о теплотрассе имеет место быть. Потому что все-таки липы, я тоже считаю, что они теплолюбивые деревья. А про газоны вы это что имеете в виду, если мы посмотрим на газоны? Например, крышки люков. А, выдает крышка люка, да? Их много. И на этой, и на той стороне. Поэтому что здесь проходит теплотрасса, вполне может быть. Мы с вами добрались до нашего замечательного бассейна, да, бассейна «Нептун». Давайте с вами о нем поговорим. Ну, это еще одно из величественных таких сооружений. В этом году был произведен ремонт с заменой стекол, поэтому бассейн сейчас выглядит так очень привлекательно, как новенький. Вот. Ну, а в свое время, кстати, на месте, где построен бассейн, был детский каток. Ребятишки здесь катались на коньках. А вот фонтанчик, к которому мы с вами приближаемся, это был фонтан любимым местом купания для ребятишек Богданки. Кинотеатр «Космос» с 8 часов начинал показывать мультики. И вот, особенно в выходные дни, когда мамам и папам хотелось отдохнуть из своих чат, они давали им копеек так по 20. И ребятня собиралась в космосе, смотрели мультики, а потом все вываливали вот сюда, к этому фонтану, и плюхались здесь почти до обеда. А, ну там еще был киосик с мороженым, обязательно нужно было съесть мороженку. Мы как раз с вами подошли к кинотеатру «Космос». Расскажите, пожалуйста, вот вы говорили, мультики здесь крутили, а вообще насколько популярно это было место среди жителей? Ой, очень популярное было место. В 1962 году «Космос» распахнул свои двери для жителей Калининского района. Это был огромный широкоформатный кинозал на 885 мест. И украшен он был очень действительно в космическом таком стиле. Голубые стены, планеты, звезды на потолке. Долгое время здание стояло в запустении. И вот только в 2021 году, после тщательно проведенного ремонта, здесь открылась вселенная хоккей и спорта. Как мы видим, написано, здесь тренируются юные спортсмены, хоккеисты. Не могу не вспомнить, что здесь же был раньше и клуб отдых, которого сейчас, к сожалению, нет, его снесли. И вот сейчас как охраняется эта территория? То есть у нее же есть какой-то особенный статус? Да, мы утратили клуб отдых и утратили одно из старейших спортивных сооружений – это дом спорта. Но с 2021 года, с июня, определенный отрезок улицы Богдана Хмельницкого, вся, вот от перекрестка с улицы Бардина и до Учительской получила статус достопримечательного места. И поэтому уже вот такое вот спонтанное снесение или какая-то застройка на этой улице производиться точно не будет. Субтитры создавал DimaTorzok